В эфире служба новостей Саров 24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Кто несет ответственность за свалки мусора в Красной Звезде? Очередное обращение в городской дозор. Взгляд в будущее. Воспитанники ДШИ приняли участие во всероссийском конкурсе юных архитекторов. Кубок Феникса. Саровские авиамоделисты завоевали новые награды. Далее расскажем обо всем подробно. Миноборнауки России утвердила новые правила приема студентов в ВУЗы, которые будут действовать в этом году. Прежде всего это касается дистанционной формы взаимодействия с абитуриентом. Теперь все ВУЗы обязаны принимать документы в электронном виде. Важное изменение – отмена второй волны зачисления на бюджетные места. У поступающего будет только одна попытка – следующее нововведение предоставления абитуриенту возможности выбора экзаменов. Если раньше за каждой специальностью был закреплен жесткий список предметов, то теперь ВУЗ сможет установить несколько вступительных испытаний на выбор. И тогда поступающий сможет сам решить результаты каких предметов предоставить. Кроме этого абитуриенты могут вносить изменения в заявление о поступлении. Если раньше при подаче заявления поступающий должен был определиться, сдает ли он экзамен или предоставляет результаты ЕГЭ, то теперь, имея результаты экзамена в ВУЗе и результаты ЕГЭ, абитуриент вправе выбрать наилучший результат и внести изменения в заявление. Что касается формы обучения, то делать образовательный процесс дистанционным не планируется. Предполагают очные формы взаимодействия с широким применением электронных ресурсов. Не стоит забывать, что правила в разных ВУЗах могут отличаться, поэтому необходимо внимательно ознакомиться с требованиями выбранного учебного заведения. Напомним, что прием документов в российские ВУЗы начинается 20 июня. Кто виноват и что делает? На четвертом участке садоводческого товарищества «Красная звезда» не вывозят мусор около полугода. После безуспешных попыток решить проблему своими силами, садоводы обратились в нашу рубрику «Городской дозор». В ситуации разбиралась наша съемочная группа. А мусор и ныне там. О свалках в садоводческом товариществе «Красная звезда» редакция канала «16» говорит не первый год. Постепенно, но мусорные кучи все же таяли и исчезали после обращения недовольных садоводов. А вот свалка у четвертого проезда растет день ото дня. Каждый день я езжу мимо этой свалки, которая не вывозится уже, ну, на моей памяти с зимы это точно. По осени что-то, кажется, пытались собрать в кучу, но вывезти до конца не вывезли. И уже середина мая, сезон начался, мусора прибавляется и прибавляется. Контейнеры здесь убрали еще два года назад. Потом появилась площадка для них. Но сами мусорные баки сюда больше не вернули. Попытка связаться с председателем садоводческого товарищества не увенчалась успехом. Его телефон не отвечал, а потому мы отправились на его рабочее место. На том конце провода так никто и не ответил. В эту ситуацию вмешалась администрация. 18 мая прошло собрание, на котором вопрос с вывозом мусора решали департамент городского хозяйства и региональный оператор. Об итогах совещания и решении ситуации с мусорным коллапсом в садоводческом товариществе мы расскажем в следующем репортаже. Управление капитального строительства возглавил Сергей Воскобойник. Для справки, Сергей Александрович Воскобойник, 1964 года рождения. Образование высшее. В 1988 году окончил МИФИ по специальности инженер-механик. Работал на руководящих должностях в различных строительных организациях. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Детский технопарк Кванториум напоминает, что добраться до него теперь можно на прямом автобусе из Сарова. Транспорт ходит с понедельника по субботу согласно расписанию. Самостоятельно могут ехать ребята, которым исполнилось 14 лет, то есть есть постоянный зональный пропуск. Все остальные сопровождающим родственникам. Автобус останавливается рядом со входом в детский технопарк. Дети по поселку Сатис самостоятельно не передвигаются. Подробности в группе Кванториум Саров ВКонтакте. Аномальная жара в Сарове продержится еще пару дней. 19 и 20 мая среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов выше климатической нормы. МЧС предупреждает, из-за погодных условий могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением природных пожаров. Возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров. Распространение огня на населенный пункт и линии электропередачи связи. Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила безопасности. Нижегородцев приглашают принять участие в семейном всероссийском фестивале «Моя Россия». До 20 августа открыта регистрация на конкурс «Семейный туризм», который проходит в рамках этого фестиваля. Участникам необходимо прислать эссе с собственными фото и видео, где будет описан опыт семейного путешествия, перечень тем для конкурсных работ. Детские каникулы, экотуризм, автоподешествия, городской туризм, зимний отдых, экстремальный туризм, культурное наследие и другие. Семьи, занявшие три первых призовых места, поедут в Москву для награждения и очного участия в финале фестиваля. В рамках фестиваля многодетных семей «Моя Россия» снимут фильм об особенностях внутреннего туризма в России, затем создадут атлас семейного отдыха «Моя Россия». В книгу войдут полезные советы от участников конкурса, выдержки конкурсных работ с описаниями и фотографиями уникальных туристических объектов, краткие сведения об интересных семейных туристических маршрутах в разных регионах России. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных. Также правительству необходимо проработать вопрос финансирования расходов регионов на выполнение этих норм и обеспечить внесение поправок в документы. К Абмину предстоит определить особенности владения безнадзорными питомцами, которые живут на территориях муниципалитетов и организаций, включая передачу новым собственникам. Помимо этого, дано поручение создать регламент содержания и разведения домашних и диких животных. Также нужно определить порядок передачи питомцев в приюты и наладить систему реагирования на обращения об издевательствах над животными. Дано указанию унифицировать нормы для приютов и уделить внимание формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе стимулировать добровольную стерилизацию, вакцинацию и маркирование животных, способствовать развитию благотворительных и волонтерских действий. Кроме того, Генпрокуратуре поручено до 1 сентября проверить, как органы власти и организации соблюдают требования законов об ответственном обращении с животными. Ранее главы двух комитетов Госдумы Владимир Бурматов и Павел Крашенников разработали и направили в Кабмин проект поправок в КААП, предполагающий штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушение законов в области обращения с животными. Ответственность будет зависеть от тяжести поступков и от того, кто его совершил – должностные, физические или юридические лица. 21 мая в Суарове пройдет Ночь музеев в очном формате. Программы для посетителей подготовили Городской музей, Художественная галерея, Музей народной игрушки, Военно-историческое общество 1945 и Библиотека имени Маяковского. Площадки будут работать с 18.00 до 22.00. Подробнее о программе Ночи музеев расскажем в следующем репортаже. В 13-й раз Саров примет участие в акции Ночь музеев. В этом году после долгого перерыва организаторы подготовили для посетителей уникальную программу – необычные мастер-классы, творческие конкурсы, экскурсии, игры, презентации, встречи с интересными людьми, показы кинофильмов. Все это ждет Саровчан на акции, которая пройдет сразу в четырех учреждениях культуры – Маяковки, Городском музее, Художественной галереи и Музее народной игрушки. В этот день огромное количество событий. Мы открываем две большие выставки. К нам приезжают наши гости – нижегородские художники Ирина Жемчужникова и Наталья Кострова. Выставка называется «Ультрамарины бирюза. Живопись и керамика». Мы встретимся с автором, зададим им вопросы, они пообщаются с нашими зрителями саровскими. Вторая выставка «Человек и кошка». В экспозиции представлена работа саровской художницы Александры Марковой Ерошек. Для посетителей этой выставки организаторы подготовили небольшой интерактив. Зрители должны будут угадать смысл одной из картин и оставить свой комментарий. Также посетители художественной галереи ждут творческие мастерские, в которых каждый желающий сможет проявить креатив и получить заряд положительных эмоций. У нас приготовлено очень много сюрпризов разных и для авторов, и для зрителей. Будут в том числе и каверзные вопросы, будут поисковые задания. Здесь можно будет и раскрасить кошек. Городской музей также подготовил программу для посетителей. В этом году и Нижний Новгород, и наш город отмечают юбилеи. Эти события станут центральными темами ночи музеев. В этом году исполняется 330 лет городу. Это важное событие. И этому событию приурочена выставка «Город – это мы». Она рассказывает о 330-летней истории нашего города. Мы здесь сможете увидеть фотографии, предметы быта, огромные панорамные баннеры, которые позволят погрузиться в атмосферу ушедших лет. Из-за коронавируса вход на мероприятие ограничен. Посетить площадки музеев художественной галереи можно по предварительной записи. В группах учреждения ВКонтакте написано, как это сделать. Также в этот день свои площадки откроет Военно-историческое общество 1945 для зрителей старше 6 лет. Воспитанники детской школы искусств стали призерами третьего международного конкурса художественного творчества «Взгляд в будущее». Его проводил Алтайский государственный институт культуры. Об успехах саровчан расскажем в следующем репортаже. Проект музейно-выставочного комплекса «Панорама» воспитанницы детской школы искусств Дарья Токтарова создавала, вдохновившись работами, известного иранского архитектора Захи Хадид. Получилось многофункциональное здание, в котором все пространства объединены переходами, а на его крыше прогулочная терраса. Самое интересное, что эта работа уже участвовала в конкурсе «Зодчество», и там была тоже отмечена. И это доказывает, что работа действительно получилась. «Панорама» заняла второе место на международном конкурсе «Взгляд в будущее». Его участники в своих работах пытались перешагнуть порог настоящего и нарисовать воображаемый мир. В конкурсе участвовали и другие воспитанники архитектурного отделения ДШИ. И хотя призовых мест они не заняли, не расстраиваются, потому что знают, главные победы у них еще впереди. Многие мечтают связать свою жизнь с творчеством. Я еще пока что думаю, но есть планы поступать на архитектора. Я планировала поступать на какие-нибудь компьютерные технологии в дизайне, соответственно. Это веб-дизайн, какие-нибудь проектирования игр и мультимедиа. Воспитанники архитектурного отделения постигают на занятиях азы изобразительного искусства и черчения. Изучают различные архитектурные стили от античного дебиотека. По словам педагога, на создание собственных проектов у детей уходит от трех дней до нескольких месяцев. Дипломные работы они готовят целый год. Участие в конкурсах дает детям стимул для развития. Интересно, оловянный солдатик в Музее военной исторической миниатюры – это забавная детская игрушка или недосягаемый экспонат, трогать который строго запрещено, и им можно только любоваться сквозь витринные стекла. Ответы на этот и многие другие вопросы можно получить только лишь посетив музей. Что мы и сделаем в новом выпуске программы «Пешком по Сарову». Первые миниатюры появились, конечно, очень давно, еще в глубоком детстве. Ну, я их-то не называл миниатюры, я даже слова такого не знаю, что – солдатики, оловянные солдатики. И они появились, это были солдатики 60-х годов. Они такие столбики, страшненькие, одного цвета. Но зато их было много. Как много? Десять штук в одной коробочке. В путешествие от античности и до наших дней мы отправимся вместе с руководителем музея оловянного солдатика Вячеславом Лопашовым. В Смоленске прошли всероссийские соревнования на Кубок Феникса по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей. Команда станции юных техников показала на турнире хорошие результаты. Призерами стали Илья Ганин, Егор Суслов и Павел Ефимов. Призовое место также занял экипаж старейших авиамоделистов города Сергея Тютина и Николая Садилова. Подробности далее. В очередной раз саровские авиамоделисты продемонстрировали высокий уровень мастерства в управлении кордовыми моделями самолетов. В этот раз соревнования прошли на территории кордодрома Смоленского авиационно-спортивного клуба «Полет». Воспитанники станции юных техников долго готовились к этим соревнованиям. Ребята совершенствовали техническое оснащение своих моделей и проводили тестовые полеты, чтобы проработать все ошибки и показать лучший результат. Мы очень упорно готовились к соревнованиям. Каждый день выходили сюда на кордодром, каждый день проверяли самолеты. Сложность соревнований заключалась в эмоциональном репертуаре, потому что очень сложно, когда на тебя смотрят. Очень высокий уровень, тоже сложно. Но еще другие скорости, другие люди вообще, которых ты даже не знаешь. Участникам состязаний давалось три попытки. По условиям соревнований авиамодель должна была пролететь один километр или девять кругов. Оценивались также скорость и технические характеристики моделей. Бороться ребятам пришлось не только с соперниками, но и с погодными условиями. Было очень холодно, самолеты еле заводились. И после чего примерно на втором туре у нас разбили еще один самолет. Получилось так, что один под другой залетел. Тот спасли, а вот наш разбили. Для воспитанника станции юных техников Егора Суслова это были не первые соревнования высокого уровня. По словам юноши, подготовка и участие во всероссийских соревнованиях не вызвали у него сложностей. Сейчас Егор работает на техническом оснащении своей авиамодели и планирует получить новый спортивный разряд. На ней я пролетел со скоростью 279,8 км в час. На нем стоит спортивный двигатель. И я планирую на нем пролететь на мастер спорта. Призеры и победители соревнований получили грамоты и памятные призы. Лучшие спортсмены представятся ровно на этапе Кубка мира. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.